Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Мы переходим к 49-56 стиху. Раздел Зайна, 49-56 стихи. Данный раздел начинается с молитвы «Вспомни слово твое». Хотя псалмопевец многократно говорит о себе, что слово Божие его оживляет, является утешением в бедствии. Уставы Господа служат песню во время странствования. Однако тональность речи свидетельствует о тревоге на душе автора. Он призывает Бога вспомнить слово свое, на которое он повелел псалмопевцу уповать. Следовательно, автор псалма держится за слово Божие в силу морального долга, а не только из-за личного произволения. Своё положение он описывает как бедственное. Высокомерные люди чинят ему неприятности. Вряд ли гордые и нечестивые — это два разных класса врагов. Скорее всего, это разное описание одних и тех же беспринципных людей, которые оставили не только закон Господень в стороне, но и всякие иные религиозные убеждения. При виде их непорочным человеком оладевает ужас. 53 стих. «Они оставляют закон, а я не уклоняюсь от него». 51. Вот жизненная кредо псалмопевца. На фоне возрастающего нечестия он усугубляет личное благочестие. Его стиль поведения в чем-то прообразует апостола Павла, сказавшего загадочную фразу «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Грех не был и не будет источником благодати Божией. Но, видя царствование греха, ревнующие о благочестии верующие люди усугубляют свой подвиг. По словам Павла, благодать воцарилась через праведность к жизни. Следовательно, праведность жизни не ослабела во время разложения правящей элиты, но, напротив, только усилилась. При виде нечестивых псалмопевцем овладевает не гнев, он не становится религиозным фанатиком, но скорбит и переживает ужас от всего происходящего. Он знает, что Бог может послать на нечестивых горящие угли. Вернее, по апостолу Павлу они сами себе собирают горящие угли на день гнева и праведного суда от Бога по своему упорству и нераскаянному сердцу. Псалмопевец снова говорит о себе как о страннике по жизни. Где бы он ни жил, тем не менее он не унывает, но из слов «повелений Господа» составляет хвалебные песни. Он помнит о Господе день и ночь. Его закон стал так близок к сердцу псалмопевца, что он называет его уже своим. Он не только хранит закон, но, обратите внимание, в 56 стихе он его защищает перед лицом общественности. Хранение закона для него – дело не только личного благочестия, но Богом заповеданного общественного порядка. В 56 стихе буквально мы читаем следующее. «Повеления твои храню». Читая по-русски, у нас создается впечатление, что эти повеления Божьи, записанные в Библию, мы поставили на полку или какой-то в сервант с стеклом, и там мы бережно храним, от детей предохраняем, чтобы они лишний раз эту книжку с полки не брали, от родственников наших, даже жене на всякий случай можем дать по ладони, чтобы она не протягивала свои персты к священному писанию. Вот так мы воспринимаем «храню», то есть я вот оберегаю, чтобы никто не прикоснулся. Но мы понимаем, что даже в русском лексиконе слово «хранить» может иметь и второй смысл – «берегу, соблюдаю по жизни». А в еврейском оригинале слово «шамар» может употребляться в других контекстах еще с другим смыслом. Храню, то есть я перед общественностью оберегаю, то есть я отстаиваю эти законы перед лицом общественности, то есть я стремлюсь к тому, чтобы общество их соблюдало. И тут другая намечается перспектива, то есть я не прячу эти законы, а наоборот я борюсь, чтобы общество жило по этим законам. Вот всплеск неудовлетворения сирийским правителям в середине II века, в частности восстания Хасманеев, оно было продиктовано именно такими идеями, что хранить закон Божий значит не только мне лично соблюдать, а добиваться того, чтобы вся общественность их соблюдала. Между прочим, по такому принципу, как мне кажется, могу ошибиться, делаю несколько оговорок, вот живет и исламское общество. Оно не может существовать в индивидуумах, которые хотят верят, хотят не верят, как вот европейскому обществу сейчас религия выведена в личное пространство. Это, мол, сфера твоих личных убеждений. Религия, как некий феномен для еврейского и вот рискнуто для исламского общества, это общественная жизнь, а она не может существовать в каком-то отдельном лице, потому что хранить заповеди, это означает добиваться того, чтобы их все соблюдали. Все общество, все вокруг придерживались этих нормативов. И поэтому мне кажется, что то слово, которое стоит на фоне русского перевода в 56 стихе, заповеди, повеления твои я храню, как раз говорят именно об этом явлении. Вот у нас есть группа таких благочестивых людей, боящихся Бога, и мы вместе, дружным строем добиваемся того, чтобы эти заповеди соблюдали все люди от мала до велика. Субтитры создавал DimaTorzok